Ну чё, пацаны, по катушке? Я всех приветствую, друзья, с вами как обычно, как обычно, но тоже ещё, конечно же, Булкин, и сегодня мы катаемся на водоцикле. У меня иногда просто складывается такое ощущение, что вам, к сожалению, вообще никак этот звук не передать, но такие звуки издаёт этот выхлоп из шимура, знаете, мне реально, у меня такое ощущение, вот сейчас вот, например, было, что у меня просто отвалился выхлоп и волочился по земле, знаете, такие прострелы просто были похожие на нечто необычное. В общем, друзья, 31 градус тепла в Питере, мне кажется, лучше погоды не придумано, хотя даже душновато, я бы сказал, и жарковато, вообще обещали грозу, но чё-то как-то гроза решила сегодня, видимо, уйти, может быть, ночью начнётся, хер знает. Друзья, знаете, я сегодня почему-то себя чувствую, как, сколько получается, 6 лет назад, я не знаю, помнит ли кто-нибудь, вот реально, напишите в комментариях, кто смотрит вот эти покатушки, при этом смотрел покатушки, которые я снимал 6 лет назад, в 2013 году. Вот я себя почему-то сегодня ощущаю именно, вот, вот, не знаю почему, вот, то ли погода, вот, знаете, вот, 13-й год, он был такой тёплый, постоянно было плюс 30, поэтому я постоянно тогда катался, у меня тогда ещё не было никакой вообще машины, поэтому, соответственно, я передвигался на мотоцикле, и, блин, сегодня прямо у меня даже, я не знаю, и хорошее, отличное настроение, такое летнее, прям вот, я прям вспоминаю почему-то себя реально, 6 лет прошло, вы прикиньте, 6 лет. Ну, в 2013 году вся эта тема была, просто пиздец. Да-а-а-а, чё-то какая-то... Чё-то чел на Туареге какой-то немножко нервный, походу, потому что я видел, как он сзади ещё, когда на прошлом светофоре кому-то сигналил, сейчас опять чё-то не поделился с Ситроеном. Ну, не. Короче, ребят, я надеюсь, что у вас тоже отличное настроение, лето проходит замечательно, соответственно, я сейчас просто еду, ну, вот знаете, вот почему ещё тоже мне напоминает сегодня, вот, вот, 13-й год, то что я на мотоцикле всегда куда-то ездил раньше, то есть сейчас, например, наоборот, я нахожу время, чтобы выкатиться, прокатиться, вот, да, потому что, ну, как бы, вот-вот, чтобы насладиться. А раньше я, например, реально, ну, то есть в основном там, вы помните даже покатушки, не, ну, конечно, были тоже, как бы, чисто так по приколу выехать, но я очень часто куда-то ездил специально и так далее. Соответственно, сегодня вот я тоже еду в специально нужное место мне, поэтому решил как раз отснять серийку, решил сегодня, естественно, поехать вот как раз-таки, сегодня пятница, вот, как раз время, сейчас начнутся пробки и решил, короче, нафиг на машине, хочу на мотоцикле прокатиться, как раз запилить серию покатушек. Фух, реально очень душно. Я прям, я сейчас, знаете, замечаю, что я постоянно в покатушках комментирую погоду почему-то, а то, знаете ли, постоянно, какую бы серию вы ни открыли, я постоянно буду рассуждать, насколько жарко, насколько холодно. Бля, у джиксера, конечно, подхват просто лютейший. Я вот, блин, единственное, что жалею, то, что я реально растерял скилл, потому что мне кажется, что в тринадцатом году, на, когда еще катался, ну, естественно, на своей Kawasaki GPZ900, я тогда чувствовал себя, конечно, увереннее. Я скрывать этого не буду, и мне кажется, что я ездил намного лучше, потому что и на практике я просто ездил чаще, нежели сейчас. А сейчас как-то, знаете, ну, я, то есть, я не скрываю того, что, например, я не могу реализовать всего из этого мотика, потому что я на нем, как бы, ну, да, я понимаю, что это тот самый случай, когда здесь просто сил до пизды, да, и, как бы, мощи до пизды, и, как бы, быстрее, может быть, только новая модель того же джиксера или R1, или, ну, и мы не говорим, там, про Kawasaki H1R, да, он называется. Поэтому, как бы, тут просто реально очень мощный мод, на котором я не реализовываю все, что я умею, потому что я этого не умею. Бля, я отвечаю, пацаны, просто поверьте мне на слово, что звуки, которые издает мой выхлоп, реально страшные и очень-очень специфические, потому что иногда мне кажется, реально, что там что-то отъебнуло, блядь. То есть, опять же, объясню, отстрелы происходят именно в тот момент, когда я отпускаю ручку газа на оборотах. То есть, например, я держу 6-7 тысяч оборотов, когда, вот именно просто держу, да, еду там на третий, не знаю, на второй, и, как бы, потом отпускаю ручку газа, соответственно, у меня происходят просто жесткие хлебки, и, соответственно, чем больше оборотов, насколько я выкрутил свой агрегат, тем сильнее все эти звуки происходят. Блин, жарко пиздец. Да. Блин, вот мне кажется, с одной стороны, я даже не знаю, хорошо это или плохо, просто мне кажется, я раньше ездил, я, конечно, всегда ездил с умом, но это, знаете, все-таки, мне кажется, я мог себе позволять больше раньше, хер знает. Я не знаю, что было бы вообще, боюсь представить, как бы я ездил, если бы у меня в 13-м году был джиксер. Вообще, знаете, правильно рассуждать, ну, у меня на самом деле нет такого, что я, знаете, боюсь свой мотоцикл. Я прекрасно понимаю, что он может, просто я это не делаю, потому что, ну, как бы, блядь, зачем делать то, что в чем ты не уверен, да, допустим, или, как бы, ты сомневаешься, я придерживаюсь такой позиции. И, соответственно, я не могу сказать, что я его боюсь, но штука... Нихуя себе, это было, блядь, если честно, близко. Что-то сегодня такие аварийные моментики, да, встречаются. То Туарег чуть не притерли, теперь Газель чуть в жопу у Гольфа не въебалась. Где пролезть-то? Здесь попробовать? Не, блядь, эта Газель какая-то очень-очень бешеная, мне кажется. О, тут в теньке постою. О, спасибо тебе, только мне это мало чего даст, если честно, ну, ладно. Вот, и поэтому, как бы, я не могу сказать, что я боюсь, я просто прекрасно понимаю, что он может. Я прекрасно понимаю, что, наверное, даже половину того, что он может, я не могу реализовать, просто потому что, ну, блядь... Не, реализовать-то всегда можно, но просто я не делаю то, что... То, в чём я не уверен, как я опять же говорю. Ну, всё-таки надо с головой, мне кажется, ездить, тем более на мотоциклах. Вот, поэтому, как бы, да, если бы я ездил каждый день, наверное, я бы многому научился. Но, блядь, у меня уже возраст такой. Здоровье не то. Не, я, кстати, не шучу, на самом деле. Потому что здоровье реально, блядь, такое себе уже. Я просто, мне кажется, знаете, упаду, не дай бог, конечно, если разочек. Я косточки свои уже не соберу, блядь. Тем более с моими проблемами со спиной и так далее. Поэтому я бы с радостью попрактиковался и поучился бы делать нормально вилли, вообще вставать на заднее. Но, блядь, хуй знает. Я, то есть, поэтому принципиально не выкручиваю ручку на нём. Я ни разу этого не делал. Ни на первой, ни на второй. Потому что я понимаю, что это будет пиздец просто полный. Потому что мне один раз, помните, была серия, там, я не помню, видно было или нет, но я реально встал на дыбы. Причём я это, блядь, заметил в последний момент. Ну, всё нормально было, но просто всё равно такая ситуация, если честно. Вот, поэтому, как бы, да. Первая, вторая я только так, на полшишечки реально выкручиваю. В пизду. Я просто, ну, реально, блядь, это охуенная тема. Но я придерживаюсь всё-таки в жизни такой позиции, что понятно, что кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Но мне кажется, что это не в этом случае. Ну, чё, мне, в принципе, хватает того, что я получаю, да. То есть, как бы, ну, блядь, реально хуёво осознавать, что я скилл свой, свой какой-то опыт потерял. За счёт того, что очень много, ну, не так часто езжу, я вообще какое-то время не ездил. Поэтому тогда я, конечно, прям, блядь, я прям вспоминаю. Вот это было время, а, вы помните, да? Это прекрасное время, тринадцатый год. Реально. Я прям вообще кайфую. Я сам, честно вам признаюсь, я пересматриваю серии свои же, как бы это странно не звучало, именно по покатушкам, потому что, блин, ну, это прям, не знаю, такое время. Эх. Да. Чё только, чё только не было. Вы помните, сколько всего было? Всё время чё-то, как-то, где-то, что-то. Не, при всём при этом, я, кстати, вот тоже не сказал бы, что я из Кавасаки выжимал всё. Тоже далеко не всё, на самом деле, выжимал. Ну, просто он, как бы, вообще дарит не такие эмоции, конечно, как этот мостик. Ну, конечно, херащит выхлоп. Я тоже об этом, кстати, постоянно говорю. Когда у меня появился джиксер, я постоянно начал об этом говорить, потому что это пиздец, ребят. Вот просто я даже не знаю, с чем это сравнить. Это очень-очень крутой выхлоп, и сделан он, настроен очень круто, и, блядь, мне прям, я пиздец кайфую. И звук у него потрясающий такой, блядь. Короче, охренительный. Где он? Раз, и шимурка. Два, и шимурка. А ночью вообще фантастика, блядь. Синее пламя, вау, блядь. Просто кайф. У нас, короче, сегодня это, пацаны, серия ностальгия, ностальгия по этому, по 2013-му. Кстати, пацаны, как вам такая идея, что если я в следующих покатушках, напишите, какая серия вам вообще, вот кто смотрел покатушки в 2013-м году, какая серия вам запомнилась больше всего? Ну, я знаю, какая. Это, наверное, поцелуй с деревом, потому что она и по просмотрам самая-самая, Ну и в целом такая, ну, да, потому что там пиздец происходил, и как бы я просто бы, например, ну не то, чтобы повторил полностью весь маршрут, как вот это было в какой-либо серии, потому что это в принципе нереально, потому что по катушке это всегда нарезка моего пути какого-то, да, и как бы самые такие интересные моменты, либо, блядь, пиздец, я чувствую дорогу это, размышления, поэтому, ну хотя бы, знаете, какие-то ключевые места, например, там, где Женя улетел в дерево, вот эти вот места, по ним проехаться, посмотреть, что там сейчас, ну не знаю, интересно вам было бы такое или нет, ну как идея, ну либо еще что-нибудь подобное, потому что мне кажется, было бы прикольно реально, но, это было близко, кстати, ай, бля, бля, пиздец, вы представляете про состояние дороги, это нормально вообще, нет? кстати, электросамокат так и не попробовал, интересно попробовать, говорят их так много различных, надеюсь, как-нибудь, может тест-драйв какой-нибудь запилить вообще на самокат электро не, ну вот это нормально, да, дорога, как бы считается, ну то есть вот это норма, да, вот это, блядь, вот это нормально, вот это вообще заебись, вообще перепады, блядь, какие-то, блядь блин, а еще самое-самое интересное, вы помните вообще, какой ракурс-то был изначально, причем он был-то до какого-то, до 15-го года, если я не ошибаюсь, по катушках, сбоку да, и камерка тогда была, конечно, у меня не, я не знаю, по ракурсу вот тогда я поменял, я только был рад, потому что я считаю, что этот ракурс просто охуительный, ну потому что лучше, чем с подбородка мне кажется, просто нельзя ничего придумать, потому что, ну здесь просто идеально все как будто вот прям от первого лица получается блядь, нихуя себе вот это сейчас, блядь, я при чем вот это, блядь, я что-то аж охренел ну просто как бы я что-то не видел, что там впереди насыпано и тут из-под бэки просто куча, блядь, песка и камней просто передний тормоз передавил и нормально было бы ай блядь, что он такой пыльный опять да, Санек нет, джиксер вообще охренительный, конечно, мне достался 4750 пробег у меня уже вообще ни о чем, я считаю да не, мне нравится очень, на самом деле но с другой стороны, конечно, спина моя отваливается пиздец я очень долго, помните, не хотел спорт я, может быть, махнул бы себя бы в следующем сезоне на что-нибудь попроще в плане мощности но, типа, спорт туриста вообще, мне нравится, конечно, Диавель но, наверное, он всем нравится, да, Дукати он, в принципе, тоже неплохо едет ну, не как джиксер чуть, конечно, позади останется но я, как вы видите, особо-то прям-таки не топлю не использую даже, как я уже сказал, 50% всего, что может этот аппарат и, как бы, поэтому, может быть, Диавель в этом плане мне даже, хотя я не знаю, как он по посадке короче, хочется что-нибудь покомфортнее, на самом деле потому что, ладно бы я ебашил на все бабки тогда есть смысл ну, прям, просто было очень интересно попробовать просто, наверное, сейчас многие спросят, зачем ты тогда покупал джиксер литровый потому что мне было пиздец интересно просто как он вообще, ну, каково это литровый спорт иметь тем более после кавы моей которая, блять, уже, я не знаю настолько древняя, что и я, конечно, охуел от того, что может эта штука эта штука О, солнышко скрылось Стало сразу посвежее Вот это погодка Прям очень хорошая Опять про погоду, да что ж такое, Санек, а? Ой, Саня, Саня, блядь Блин, кстати, вот сейчас, где мы едем Это место тоже я часто всегда проезжал В тринадцатом году Здесь все это время Не могут нормально сделать дорогу То одну сторону сделают То другую закроют То еще что-нибудь придумают То еще какая-нибудь херня, короче Постоянно Бля, у меня аж сидение До такой степени нагрелось, что это пиздец Не, сегодня прям для Питера Я считаю, что особенно за последнее время Мне кажется, что в прошлом Позапрошлом году лето было такое, если честно Оно было не теплое, нифига А тут прям печет Прям такое ощущение, что не в Питере находишься Где-то на юге Интересно, гроза сегодня соберется или нет вообще? Нифига себе, какой раритет Все мы привыкли, что это Ниссан Но это Инфинити G20 Причем реально раритет Я чуть ли не в первый... Блядь, раз Увидел Как вот можно было, блядь, в единственную ямку, которая была, влететь Чуть ли не первый раз реально вижу Живую Блядь, что происходит, блядь, что это с дорогами? Еще с моим зрением увидеть в последний момент что-то весьма сложно Точнее, как раз наоборот В последний момент я и вижу обычно Где у нас тут пошире дырочка будет? Я обычно, конечно, люблю поуже, но В данном случае я бы не отказался пошире Не, вот если выезжать вот так вот, как бы ненадолго в город В принципе, ну, я не могу сказать, что посадка прям очень дискомфортна Она, конечно, дискомфортна, но просто ты как бы Если передвигаешься там, тем более с остановками какими-то Понимаешь, что путешествовать на спортбайке не нужно? Не на дальники ездить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня по катушечке подходит к концу Соответственно, по традиции, если вдруг что-то случится Мне сейчас просто надо еще заехать в одно место Потом уже буду выдвигаться домой Если что-то произойдет Интересное То, конечно же, я это вставлю Ну, а если нет, то Кстати, по-моему, такого еще ни разу не было Или было один раз, я уже не помню Чтобы реально что-то вставлял в конце Если нет, то, соответственно, друзья Увидимся совсем скоро Пишите, нравится ли вам еще смотреть по катушке на моем канале Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, друзья И, в общем-то, увидимся До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok